всем салют я виктор фарафонтов это мой первый ролик в качестве звукоблогера поэтому наверно представлюсь быстренько коротенько чтобы вас не занимать а в следующих роликах уже не буду представляться уже буду сразу переходить к делу и по делу говорить я тут так в профессиональных кругах довольно известный звукорежиссер владелец студии звукозаписи blues минус мои записи постоянно попадали в хит-парады очень часто на первое место часто в общем то я думаю что практически любой человек знает песню если мы напеть артистов которыми записывались работал много с первым каналом со вторым каналом так что какая-то вот такая какая-то никакая профессиональная известность и статус у меня есть что самое прикольное во всем этом что я всегда немножко посмеялся и потроллил звукоблогеров мне казалось что у нас либо звук либо блок но в принципе есть такая тенденция хотя конечно же это так все в полушутку есть прекрасные звукорежиссеры как особенно на западе которые снимают отличные ролики и отличный все со звуком у них в порядке в россии ситуация немножко другая вот и даже у нас такие вот в профессиональной среде такие шутки там спрашивают вот он хороший звукорежиссер кто-нибудь там отвечает ну да он хороший блогер вот но у меня все-таки другая ситуация я сначала какую-никакую известность профессиональных кругах получил а теперь вот решил снимать блог почему да потому что банально я смотрю что у специалистов которые снимают блоги и даже если у них работы так себе даже то все равно уровень стоимости миксов либо такой же как у меня либо там выше вот и я понял что в наше время в капитализм без пиара и без блога никуда что ты можешь быть супер потрясающим специалистом и мы таких примеров много знаем игоря клеменкова кто-нибудь знает например не знает вообще потому что у него не интервью не берут не блогов он не снимает а звук он делает потрясающий превосходящий я думаю что всех наших звукоблогеров спокойно она делает в принципе я это уже давно понял уже несколько лет собирался начать снимать видосы и уже я сделал два таких пробных видоса один многочасовой один короткий и оба они набрали под 40 тысяч просмотров я сам в шоке это в общем-то цифра которую не каждый там известный техна блогер показывает а звукоблогера даже у топовых звукоблогеров там обычно 20 тысяч ну 40 тысяч редко бывает конечно и 100 у некоторых но тоже я вот как бы вообще новичок в этом и сразу же два моих пробных ролика получили 40 тысяч просмотров и поэтому я призадумался что наверное стоит этим заниматься плюс такая история произошла ко мне приехали ребята из and monitors привезли на тест на пробу колоночки очередные и стали меня убеждать что надо снимать блог снимать видео при тащили камеру свет оборудование сняли для меня пробный ролик он выйдет вот следующим роликом выйдет тот ролик который эти ребята сняли они сами начали делать стримы я посмотрел эти материалы меня очень впечатлило качество из качества изображения звука в общем они меня вдохновили все-таки начать и вот я закупился оборудованием тоже непростая тема как снимать видео качественное разобрался купил свет профессиональный камеру хорошую вот кстати друзья напишите пожалуйста в комментариях нормальное ли изображение все ли в порядке тут с окружением с качеством видео с качеством звука все ли я правильно делаю то что в этом в съемке видео я новичок и только-только вот пытаюсь разобраться в этой погрузиться в этом чтобы по-серьезному было вот звук я решил писать на микрофон элэйшн км 201 совершенно потрясающий микрофон это разработка никфи фактически он прадедушка октав прадедушка союзов потому что именно в никфи были разработаны лучше октавы и переданы для производства на октаву еще в при ссср и а союза например делает инженер который раньше делал эти октавы а он соответственно получил разработки из никфи и вот никфи продолжает выпускать эти микрофоны под маркой элэйшн тоже скажите нормальный ли звук все ли в порядке со звуком но в звукоблогинге у меня получается немножко другая ситуация потому что я сначала получил известность в общем по сарафанному радио в профессиональных кругах в среде музыкантов а теперь решил снимать блог то есть наверное я нельзя сказать что этом звукоблогер а все-таки я специалист решивший снимать блог мне так кажется ну по крайней мере скромненько так скромненько так мне так кажется вот ну простите меня за такое долгое вступление это все-таки первый ролик надо было как-то подвести сказать все ну и первый ролик я решил посвятить такой теме чего не знают молодые звукоблогеры они знают они того что у нас в россии наша звукорежиссура развита и в общем то находится на мировом уровне и даже если говорить о европейском уровне то я считаю что выше среднего европейского уровня и лучшие звукорежиссера у нас делают на уровне лос-анджелеса топового лос-анджелеса например недавно я видел ролик одного из самых известных звукоблогеров где он говорит что у нас россии всего один звукорежиссер это конечно ну смешно и грустно вот это говорит что вот ну вот никого нету рядом вот он только один и все конечно это не так ребята у нас очень много прекрасных специалистов топового мирового уровня только вот молодежь ютюбе этого не знают собственно у нас недавно даже я с кем-то разговаривал из молодых музыкантов говорю говорит это вот там игорь лалетин тут он кто чела что лакто то есть он не знает игоря лалетина даже одного из там столпов нашей звукорежиссуры который писал аллу пугачёву киркорова там баскова собственно говоря у нас получается так что в звукосфере в нашей российской есть две тусовки это профессиональная тусовка где через сарафанное радио все друг друга знают и тусовка такой вот ютюберской молодежи которая смотрит ютюб и звукоблогеров ходит на какие-то может быть их мероприятия и это практически две непересекающиеся тусовки и профессионалы когда вот я допустим говорил недавно с леонидом бурлаковым мы работали я говорил вот такой-то такой-то блогер кто что вот а потом говорю какое-то имя которого я не знаю которого ни один молодой звукорежиссер не знает игорь клеменков до горит мы с игорем работаем постоянно это один из лучших из самых известных звукорежиссеров как-то самых известных его никто вообще не знает его знают только профессионалы в среде вот именно профессиональных музыкантов высшего эшелона и профессиональных звукорежиссеров вот собственно вот и я поэтому хотел этим роликом немножечко просветить нашу звукомолодежь тем что у нас есть звукорежиссура топового мирового уровня сейчас я более подробно с примерами покажу вам вот ну во первых почему такое впечатление что у нас в целом плохой звук в россии это потому что мы находимся здесь а из-за океана до нас доходят лучшие записи вот просто выжимка отобранного самого дорогого топов в тоже в то что вбухиваются огромные бюджеты то что делают самые лучшие мировые специалисты а вот весь этот массив все вот этого шлака который находится внизу который мы здесь то это мы его видим постоянно и чувствуем потому что много всего слушаем русского а запада мы не знаем что там такой же массив этого шлака существует и такие же студии там есть и такие же есть студии с комнатушкой с одним микрофоном там типа до записи кап на би точек вот я почему знаю потому что у меня родня живет в хьюстоне и я подумал туда может переезжать и там студию делать слава богу кстати к слову не поехал я съездил посмотрел какая там ситуация блин америка это какая-то дичь по сравнению с россией никому не желаю туда выезжать вот но поизучал студийный рынок хьюстона и понял что у нас москве ситуация ну не хуже это уж точно что там тоже дофига вот таких вот студий совершенно каким-то диким качеством продакшена про которые бы у нас бы в россии бы здесь бы все снова кричали бы что мы смеялись что ой там у нас не умеют делать то вы послушайте что делают такие вот массовые студии в сша то же самое про европы и говорить ничего насчет европы это просто смех например звукорежиссеры приезжали к нам в студию учиться говорили что андрея клюшникова и говорили что чему нас учат в германии или во франции на факультетах звукорежиссуры в университетах в известных это просто дичь там на при этом диплом на курсовая работа выйти записать шум улицы положить под видео так что в европе ситуация намного хуже например у меня были ситуации когда приезжали ко мне ребята и говорили что пытались в италии во франции записываться не могут найти нормальные студии в германии то же самое что вроде хорошее оборудование хорошее помещение но качество выхлопа совершенно дикое и что у вас москве не вот несколько раз это говорили иностранцы что вас москве средняя студия качество выше чем средняя студия у нас европе вот ну и еще есть объективные факты совершенно например уже конечно самый известный пример это машина времени которая поехала записываться на и бюро вот и получилось качество ну честно говоря ну так себе ну ничего особенного в общем неплохо не хорошо любая средненькая московская студия такое выдала бы спокойно а даже скорее всего и лучше если бы делал кто-то из известных специалистов машина времени это конечно классический пример все у нас его обсудили уже но есть масса других например тот же мегаполис например игорь павлов здесь пересводил за одним из топовых звукорежиссеров западных мегаполиса здесь потому что ну чё-то звук как-то не очень артистам не понравился звук режиссера не понравился с со сплином такая история была что тоже пытались там сводить потом пересводили здесь с григорием лепсом тоже сводил крис лорд элджи там пару альбомов я отлично разговаривал с сашей коноваловым который делает звук для григория и ему григорий говорил что типа саня да зачем нам этот криз ты сводишь лучше мне твои миксы больше нравится вот но конечно есть и нет вообще вот на нашей планете практически никогда нет черного и белого есть и то и это и конечно есть примеры обратные прекрасных западных работ на первых там шура из бедва мне рассказывал как они общаются с звукорежиссером который мэнсона свой это он им свой и реально там получилось замечательно земфир например мне рассказывал володя овчинников как они здесь тречили потом ездили в лондон сводить и получилось очень хорошо для тех времен просто отпад собственно говоря и последний альбом а земфири который она делает с английскими звукорежиссерами тоже высший класс тоже хорошие примеры но я к чему я к тому что нет такого что у нас плохой звук там хороший у нас тоже есть и хороший плохой и там есть и хороший плохой и топовый уровень наш соответствует топовому западному уровню вот друзья и чтобы не быть голословным я вам поставлю парочку тройку работ наших звукорежиссеров вы сами тут же поймете что это мировой уровень международный и приведу несколько имен которых я вот пока ехал сюда на съемку на вскидку так вспомнил это поэтому если кого-то забыл друзья не обижайтесь это просто вот кого я вспомнил пока ехал на машине планировал съемка этого ролика и также я не буду говорить про наших известных попсовых звукорежиссеров но во первых они и так раскрученные хорошо себя пиарит в общем с этим нет проблем почему потому что еще на мой взгляд сводить попсовую и записывать и сводить попсовые треки достаточно просто потому что там в основном основную работу делает аранжировщики они подбирают прекрасные звуки которые и без сведения звучат совершенно замечательно можно в общем то не сводить поэтому вот я лично я вот может быть я ошибаюсь друзья просто мне так кажется что квалификация звукорежиссера проверяется на живой музыке с барабанами там рок фолк джаз инди вот здесь вот квалификация в полной мере и собственно и поскольку я в этой сфере работаю у меня специализация живая музыка то я на может быть просто и не знаю каких-то там наших известных попсовых звукорежиссеров поэтому известные ребята не обижайтесь кто из попсы я просто может быть и не знаю в этой в этой сфере у нас в общем специализация достаточно сильно разделена в индустрии кто-то делает джаз кто-то делает классическую музыку академическую кто-то делает рок кто-то металл и это почти не пересекается вот ну начнем например вот когда я говорю даже известные даже иногда музыканты которые сильно погружены в профессиональную деятельность делают прекрасные песни у них там есть поклонники они собирают приличные залы я им говорю интер андрей алиакринский они видят андрей что какой алиакринский не знал так вот например друзья есть например андрей алиакринский который делает записи совершенно мирового уровня это топовый звукорежиссер он работает в питере на студии добролет вот например давайте я вам поставлю одну из его работ ну вот друзья вы сами слышите что это совершенно международный уровень причем это одиннадцатый год то есть это не то что вот сейчас вдруг появилась российская звукорежиссура видите уже больше десяти лет и таких примеров миллион я вам еще поставлю тоже из то же самое одиннадцатого года там другого звукорежиссера это запись группы тинови она участвовала в конкурсе звукорежиссуры всероссийском конкурсе запись года между прочим хочу похвастаться вот эта запись и андрей занял первое место я занял второе на той записи мы делали с клюшниковым с андреем клюшниковым моим преподавателем трекинг и я делал сведение мастеринг вот и там участвовал очень много студий практически все ведущие студии специалисты участвовали вот видите андрей был на первом месте я был на втором дальше андрей клюшников собственно говоря про которого я упомянул вот про это про эту запись вообще никто о нем не знает я вот сколько музыкантов спрашиваю они знают только его студенты потому что он преподает звукорежиссуру на кафедре музыкальной звукорежиссуры он профессор звукорежиссуры и собственно говоря и это и и мой учитель у меня вот было два учителя по звукорежиссуре это володя овчинников и андрей клюшников и этот человек который знает все обо всем о любом приборе любом микрофоне а любой ситуация он знает всех в индустрии он в лос-анджелесе всех знает со всеми дружит он например записывал паки для Стивен Слейт Драмс. Вот вы знали это? Вот в Москве клюшников эти паки делал, а вы их используете и думаете, что они американские. Или там он дружит с всеми известными производителями плагинов. Знает практически любого человека из Лос-Анджелесской индустрии, может позвонить, написать. А здесь в России никто его не знает. И самое прикольное, что вот он, как он работает, он делает миксы для западных студий, которые выдают его миксы за свои. Понимаете, представляете, что происходит? Вот такая штука. Давайте я вам поставлю, например, одну из его работ. Не в жизнь бы вы не подумали, что это российский звукорежиссер делал. Ну, правда же, потрясно. Это международный уровень. Собственно говоря, вот то, о чем я говорил, что ни один наш звукоблогер мне кажется и близко не может приблизиться к такому уровню такого звука. Тем не менее, никто про Клюшникова не знает. Хотя он Ума Турман записывал, там еще каких-то наших известных ребят. На Финвоксе, например, много работало, там металл записывал. Дальше Володя Овчинников. Это вот один из моих учителей. Собственно говоря, это первый мой учитель по звукозаписи. Высококлассный специалист. К сожалению, он недавно ушел от нас, он тяжело болел. Вот. Тоже делал записи топового международного уровня. Вот. Давайте послушаем, например, одну из его записей. Это тоже 11-й год. И тоже эта запись участвовала в том конкурсе, про которую я говорил. Володя записывал «Мумитроль», «Земфиру», «Город 312», «Моральный кодекс», «Любе», «Ключи». В общем, тоже в профессиональной среде его все абсолютно знают. Но среди молодежи, ну так, никто особо не знает. Потом вот я уже упоминал Игорь Лалетин, который записывал Аллу Пугачеву, Киркорова, Баскова, Шуфутинского, Леонида Агутина. Постоянно он и аранжировки делает, и звукозапись. Тоже один из лучших наших российских специалистов. Но как можно говорить, что у нас нет звукорежиссуры, и нет звукорежиссеров, когда вот такие люди... Я уже не буду уже, ладно, ставить записи всех, а то этот ролик никогда не закончится. Сами послушайте, поищите. Дальше. Саша Коновалов. Я уже тоже упоминал, который делает продакшн, аранжировки, звукозапись. Для Григория Лепса, для Розенбаума. Послушайте, это один из последних альбомов Розенбаума. Звук, ну, это просто отвал башки, ну, просто вышаг. Даже, честно говоря, в Лос-Анджелесе не каждый день такой звук делается. В Европе тоже вообще не говорю. Дальше, например, Сергей Большаков. Тоже в профессиональной среде его все знают абсолютно. Он как бы один из топовых, самых известных звукорежиссеров России. Молодежь, ну, никто не знает. Когда я спрашиваю, кто, никто, его никто не знает. А он делал, например, он очень много записывал для Би-2. Например, он писал, сводил пятый альбом Земфиры. Это тоже была тогда сенсация, потому что до этого Земфиры сводилось в Лондоне, и вдруг выходит альбом, сделанный полностью в России, российским звукорежиссером, и звук был совершенно отвал башки. Все просто удивились, что делает, Сергей Большаков сделал не хуже, чем Земфиры до этого сводили в Лондоне. Потом Игорь Клеменков, я уже его упоминал, тоже, ну, вообще просто никто его, никто о нем не знает, а он, например, на Эбби Роуд записывал группу «Цветы», и сделал совершенно потрясный, сводил, кстати, там тоже, в другой студии уже, в Эбби Роуд писались, а сводились в Метрополисе, по-моему, забыл. Сделал совершенно потрясный звук, высшего уровня. Что меня еще больше всего в Игоре поразило, что он после этого записывал группу «Воскресенье» здесь, и делал ее на ноутбуке, чуть ли не на стоковых плагинах нативного протулза. И звук получился не хуже, чем он делал на Эбби Роуд с аналоговым сведением «Цветы». То есть, видите, талант этого человека... Он еще кого-то из известных рэперов, я забыл, кого-то вот то ли Баста, то ли еще кого-то много сводил. Потом Игорь Павлов, тоже он владелец студии, владелец лейбла, тоже в профессиональной среде, все его знают. Вот, например, как раз это он, «Мегаполис» пересводил за известным западным звукорежиссером. Но он не дает интервью, не снимает блоги. Собственно, он постоянно занят с утра до ночи. У него работы на полгода, на год вперед расписаны. Календарь я видел, это просто трындец. Собственно говоря, вот поэтому известные профессионалы в Ютьюбе не очень представлены, потому что вот просто некогда, банально. У меня такая ситуация. У меня вот там обрывается телефон, пищит. Все пишут, что где наши миксы, не забыл ли ты скинуть нам микс, где наша работа, видите. Но я уже в начале ролика говорил, что я понял, что, к сожалению, какой бы ты ни был профессионал, вот мои примеры это подтверждают, если ты не медийный, не в публичной сфере, то никто про тебя не знает. Поэтому я решил, что буду иногда вот так на денечек задвигать работы и все-таки снимать видосики. Дальше тоже мой друг и строитель студии, который мне уже две или три студии построил, причем очень талантливый, тоже вот Артем Аматуни. Кто-нибудь слышал про Артема Аматуни? Однако он строит студии лучше, чем раскрученные наши какие-то там известные, которые у всех на слуху, акустика в его студиях, какие-то талантливые акустические решения применяют. То есть это вот настоящий, у него прям дар, талант. Ну и, собственно, и по звуку режиссури он очень крут. Например, там он делал, сводил Стаса Михайлова, это тоже топовая звезда высшего эшелона, Певцова, еще кого-то. Например, его там, одна из последних работ, послушайте, «Летная школа». Ну просто отвал башки. Совершенно западный, ну как минимум европейский уровень. Дальше тоже такой вот у нас есть тайный человек, сидит у себя дома, никто про него не знает. Все у нас сокрушаются, что нет в России нормального мастеринга, но есть же Борис Истомин, который делает мастеринг такой, что когда мы посылаем куда-то там на Запад, в известной западной студии, не часто оттуда приходит такого уровня мастеринг, какой делает Борис Истомин. Вот тоже недавно мои работы тоже он мастерил для Таис с Леонидом Урлаковым. Это специалист высшего уровня, и сведения тоже. Я когда слышу работу Истомина, я думаю, ну охренеть же, ну это же Лос-Анджелес в лучшем его виде. Ну кто же, никто не знает. В профсреде все Борю знают. Владимир Осинский, вот еще тоже известный человек, тоже у него своя студия, тоже отвал башки и звук делают. Тоже молодежь, никто про него не знает. Ну, наверное, друзья, я просто всех уже не смогу вспомнить, я уже повторяюсь. А то этот ролик будет бесконечным. Наверное, прервусь. Отдельно, может быть, еще скажу, что вот есть еще такая отдельная сфера у нас, академическая звукорежиссура. Там тоже, например, Андрей Левин есть, который крутые фильмы, там топовые, сводил музыку для топовых наших академических записей тоже делал. Или там Володя Ребенко, который главный звукорежиссер Мариинского театра. Например, его работа в германском iTunes получила звание лучшая запись года по версии германского iTunes. Это офигеть можно. Тоже это специалист международного уровня. Ну, академическая среда, это особый разговор, там я не всех знаю. Мы не особо пересекаемся, это наша там сфера рок-музыки, например, не особо пересекается с академической средой. Просто вот, кого я знаю, тоже их никто не знает из молодежи, но это специалисты мирового уровня. Вот. Ну, собственно, вот, друзья, наверное, я надеюсь, мне удалось немножко подвинуть вот этот вот наш такой снобистский взгляд, что в России нет звукорежиссуры, что в России звук там, это все, отстой, никто у нас ничего не умеет. Умеют. Прекрасненько делают. Можете, кто особо дотошный, поищите по этим именам, которые я назвал. Давайте вот я вам на всякий случай покажу прямо на экране. Все фамилии, про которые я говорил, вот они. Друзья, я повторюсь, это просто вот, кого я вспомнил, пока ехал на съемку этого ролика. Это не то, что там все, их гораздо больше. Естественно, этот список можно умножать на 10. И даже вот сейчас, если посидеть, подумать, я бы еще бы с десяток, наверное, вспомнил специалистов такого же международного класса, у которых офигенские работы. Не знаю, кто там на ум приходит, Илья Семенов, например. Ну и в будущем я планирую делать интересный, ценный контент здесь на какие-то животрепещущиеся темы по звукорежиссуре, по аранжировке, по звукозаписи, по инструментам. Будут разговоры живые с хорошими специалистами, которых я вот рекомендую, уверен, и мы будем обсуждать какие-то тонкие темы. Я постараюсь на какие-то темы, которые еще не освещены у других блогеров. Наверное, если будут вопросы какие-то по мере записи многих роликов, буду делать стримы с ответами на вопросы. Ну, собственно, вот о чем я хотел рассказать в этом первом ролике. Ненавижу вот эти слова, типа там подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Блин, всегда меня это выбешивало, когда в чужих роликах. Но теперь вот я, когда снял свой ролик, я понимаю, что чтобы он продвинулся, чтобы меня, просто мои ролики попадали в рекомендации к вам, и вы их хотя бы видели и получили, все-таки, я надеюсь, профессиональный контент, действительно, человека с опытом. То есть, я не звукоблогер, я все-таки, я звукорежиссер, пришедший в сферу звукоблогинга. И, наверное, есть смысл попросить вас поставить все эти там лайкосы, подписки и комментарии, чтобы мои ролики попадали в рекомендации и немножечко-немножечко разбавили. Ну, ладно, не будем о грустном. Пока, ребята. Продолжение следует...